Так, тут еще один вопрос от сестры. По сравнению с человеческим интеллектом, на каком уровне находится у джинов интеллект? Ну, смотрите, люди сильно умнее многих джинов, но джины сильнее физически. Сила джина иной раз может достигать силы 7 мужчин, 10 мужчин и даже 15 мужчин. И вот еще по поводу защиты от джинов. Братья и сестры, когда вы после туалета не подмываетесь, не соблюдаете, гигиену, то вы открываете дверь шайтану, дьяволу, к себе. Уязвимы становитесь. Каждый мужчина должен малую нужду справлять, сидя. Это сунна пророка. Вы меня как, слушаете? А то оставляете брызги мочи там и тут. А это открывает двери шайтанам. Дьяволов притягивают нечистоты. Когда у женщины месячные заканчиваются, нужно везде все почистить, помыть. Очень тщательно, чтобы ничего не оставалось. Чтоб нигде крови не было. Ни дома, ни на одежде, нечистотами, вы к себе притягиваете злых джинов. Дорогу открываете. Сестры многие боятся джинов. Смотрите, сестры. Если вы соблюдаете ислам, если вы живете согласно Корану и Сунне, ни один бес к вам не подойдет. Ни один шайтан не навредит. Это же и братьев касается. Если приступаете к границе халяля, если грешите, вы себя делаете уязвимым. Для шайтанов этих, бесов, чем больше вы следуете Корану и Сунне, тем труднее шайтанам к вам подойти. Еще вопросы какие-нибудь есть? Поднимите руку. Да, сэр? Так, у брата вопрос вот о чем. Много проблем в мире, и в мусульманском мире тоже. И вопрос в том, какая часть этих проблем вызвана джиннами, а какая часть от нас самих. В большинстве имеющихся проблем виноваты люди, а не джинны. Некоторую толику этих проблем можно связать с джиннами, но в основном проблемы создают люди. Иной раз люди спрашивают, почему подобное происходит только в нашей общине, мусульманской. На самом деле, то, о чем мы сегодня говорили, колдовство и так далее, происходит в разных религиях и народах. У европейцев, у белых, в основном такого нет. Не часто можно встретить. Бывает, что представители белокожих народов тоже подобным занимаются. Гадальные доски и все такое. В основном такими вещами занимаются представители народов других цветов кожи. Будь то, скажем, африканцы, индийцы и другие. У них это часто встречается. Но опять же, не нужно насчет этого беспокоиться. Смотрите, здесь есть две крайности. Одна крайность – это когда у человека чуть что не заладилось, он сразу «О, джинны!» Кто-то навел порчу. Так, срочно, к целителю. А другая крайность – это когда вообще джинов отрицают. Отрицают порчу, отрицают колдовство, а истина находится посередине. Не каждый случай связан с джиннами. Но в то же время нельзя совсем сбрасывать со счетов такой вариант. Вот при чисто лах, знаете, как определить, сидит в человеке джин или же в человеке джина нет? Определить это можно очень легко. Если, когда кто-то читает Коран, при этом человек, которого проверяют, не знает, что рядом с ним кто-то читает Коран. Вот, к примеру, кого-то здесь, внутри джинн. И, к примеру, я незаметно начинаю в его присутствии читать Коран у него за спиной. Тихонько, чтобы он не слышал. И если у него внутри джинн, он себя проявит. Сразу же прекращайте читать Коран. Вы же не профессиональный экзорцист. Если джинн нападет, проблемы большие могут быть. Вот помню, родственницы сказали, что она одержима джинном. Я пришел к ней домой. И как только я зашел в дом, родственник сказал, что она немного изменилась в лице. Я зашел, мы поговорили, как обычно. Сел на кухне. И пока я там сидел, начал читать Коран. Она об этом не знала. Смотрю, задрожала. Перестал читать. Смотрю, не дрожит. Потом я начал читать Коран перед ней. Начинаю читать, ее начинает трясти. Остановился. И говорю семье, обратитесь к такому-то, такому-то. Пусть руки прочитает. Кто-то в ней есть. В ней точно кто-то есть. В итоге ее отправили к человеку, который читает исламские заклинания. Рук ей читает. Он искренне был, аль-хам-ду-лю-лях, исцелилась. Со всякими ситуациями сталкивался. Видишь человека и понимаешь, что с ним что-то не так. Но сам лично, я никогда не занимался экзорцизмом. Джинов не изгонял. Вы можете спросить, а че такое шейх? Испугался что ли? Че такое шейх? Мы думали, ты шейх, а ты шейкер для молока. Я не шейкер для молока, не страшно мне. Просто это такая сфера, в которой бардак творится. Там конкретный беспорядок. Вот честно, там хаос. Это вот как знаете, например, представьте, какой-нибудь район Южной Африки, в котором царит беззаконие. Обстановка там настолько криминальная, что полиция стороной обходит этот район. То один дома грабят, то другой, причем ты знаешь, кто вор. Ты знаешь, кто ворует, видишь его лицо, через дорогу живет. Но полиция не вмешивается. В итоге ты идешь к какому-нибудь здоровому парню и говоришь, слушай, помоги разобраться с ним. Накостыляй ему как следует. Если человек согласится помочь, наказать его за воровство. Если он пойдет и всыпет ему как следует, хорошенько, он вряд ли это просто так оставит. Он будет мстить, так что здесь нужен профессионал. И если он будет искренней, денег у вас он не попросит. Но вы заплатите ему сами, от души, помогайте им, от сердца. Не обязательно деньги. Что-то еще можете дать им, семье их помочь, например. Если он искренней, он поможет тебе и ни копейки не попросит. А после того, как закончит читать и уйдет, он мало того, что не попросит ни копейки, еще и связь будет поддерживать. Вот это искренность. Так что проявите щедрость, сколько ваша набожность позволит, помогайте им. Они большую работу делают, не щадя себя, помогая нам. Работают в окружении 99% шарлатанов. Шарлатаны деньги только так выкачивают. У них множество способов выманить ваши деньги. Много трюков у них, к разным уловкам прибегают, чтобы внимание ваше привлечь. Умеют. А уж сегодня, в век интернета, живого места нет без рекламы этих шарлатанов. Так что, если иншаллах посчастливится встретить искреннего шейха, изгоняющего джинов, по мере возможности помогите ему. Еще вопросы есть какие-нибудь? Да?